Вы знаете, я ненавижу это слово «образ». Свой образ, Джамал, я создала жизнью. Всем привет! Мой канал для тех, кто не смотрит новостные порталы. Друзья, меня просят зрители поделиться какой-нибудь интересной новостью, веселой, потому что все настолько плохо. Якутия сгорела, в Турции упал самолет. Кадыров предупреждает, чтобы мусульмане опасались Талибана. Все прекрасно знают, что Афганистан пал. Друзья, в общем, все просят веселых новостей. Это тебе на какое место? Нет, сюда не подойдет. Ну, конечно, не подойдет. Это однозначно, знаешь. Ну, я не знаю, по-моему, самая веселая балерина на нашем пространстве – это, конечно, Анастасия Волочкова. И я решила посмотреть, что же такого нового случилось в ее жизни. Ну, так вот, как оказалось, Никита Джигурда дал интервью собеседнику. И в том числе он там указал, что они вместе с Волочковой занимаются духовной практикой, связанной с управлением сексуальной энергией. Я когда вот эти вещи слышу от престарелых, вот таких, как бы, бойфрендов, мачо, ну, кто у нас еще? Никита Джигурда, скандальный мужик, престарелый, скандальный мужик. Когда я слышу от таких возрастных мужчин о какой-то там сексуальной практике, я прекрасно понимаю, что это то же самое, как молодящаяся женщина. То есть та женщина, которая в возрасте никак не хочет стареть, она вот бегает по пластическим хирургам, делает себе искусственные губы, там, не знаю, подтягивает кожу лица, делает себе какие-то пластические операции, искусственные ягодицы. Ну, и то есть, понимаете, она этим самым молодец. Мужчины, они по этим не бегают, по хирургам, они на всех углах орут про свою сексуальную энергию. У нас любовь с богиней Волочковой по всем чакрам наших тел. Активную сексуальную жизнь, которая якобы у них сохранилась точно такой же, как и в те времена, когда они были молоды. Очень многие грешат вот этими делами, ну, а уж Никита Джигурда, конечно, он никогда не забывает потрясти мышцами. Точно так же у них с Анастасией Волочковой, в общем, они как бы, знаете, они на одной фазе сдвинутые, это по моему мнению. И, в общем, он говорит, что она очень сексуальная женщина, она может заниматься сексом по 4-5 раз на дню, вернее, она сама сказала. И Никита Джигурда сообщает, что да, вот если бы он был моложе лет на 20, то он бы ее потянул, а сейчас нет. Так как он уже, ну, как бы, он себя так охарактеризовал. Но смысл в том, что, друзья, ну не тянет, все, машина уже проржавела. Всем духовным бидорасам позор! Но, тем не менее, сексуальными практиками они занимаются. И он ждет не дождется, когда Анастасии Волочковой, они смогут найти достойного мужа. В прошлом году был какой-то миллионер в Греции, которому Анастасия Волочкова очень нравилась, и который предлагал ей отношения, но когда Волочков посмотрел на его фотографии, он ей не понравился, и та отказалась. И, в общем, так как вот они друзья, они теперь вместе медитируют, ну и, соответственно, мечтают о спутнике жизни для Волочковой. Вообще, мне, конечно, вот такие престарелые, молодящиеся звезды наши, ну, немного, как бы, знаете, напрягают. Та же самая Волочкова, но согласитесь, что она уже не девочка, ей 45 лет. И у нее под мышками кожа отвисла, на бедрах между ног кожа отвисла, когда она садится на этот свой шпагат, как бы мышцы натянуты, но, тем не менее, на фотографии, когда у нее ножки как бы сдвинуты, видно, что там кожица висит. Когда вот эта нашумевшая видеосъемка, когда молодой модельер приходил к ней в особняк, и вот такие красивые платья для нее сшил, мне лично очень понравилось, как они на ней смотрятся. Но та уже настолько, по-моему, привыкла эпатировать публику и своих, как бы, тех, кто стоит рядом с ней, что она, не забывая, раздвигала ноги. То есть, понимаете, для нее вот это вот голое тело, ну, я не знаю, она им как-то, ну, я понимаю, что она гордится своим телом, но она козыряет им везде, не понимая, что ей на смену давным-давно уже подросли молоденькие девочки. И, понимаете, женщине в таком возрасте, ей и возрастной мужик вроде как уже не светит, потому что у того самого проблемы с лебедой и так далее. На кого будет смотреть возрастной мужчина, чтобы у него все нормально функционировало, чтобы у него, как бы, вот эта сексуальная энергия не угасала. Естественно, на более молодых женщин и на молодых девочек, которые просто-напросто его заводят. Зачем ему нужна возрастная 45-летняя баба? Молодые мужчины, которые младше ее, зачем им нужна возрастная 45-летняя баба? Ну, зачем? Ну, только если поживиться за ее счет. Потому что они тоже ищут, как бы, женщин помоложе для себя. Ну, то есть, таким, мне кажется, такой возрастной категории женщин, которая уже после 45-ти, но им светит только уже такой близкий к импотенции взрослый мужчина, который, знаете, наверное, сознательно идет на то, что от него уже женщины ничего требовать не будут. Но так как Анастасия Волочкова, судя по всему, требует секса по 4-5 раз в день, но, во всяком случае, она про это постоянно говорит. И, кроме того, она еще любит как бы бухануть, а пьяные женщины нравятся не всем, какие бы звезды великие они не были в прошлом. Мне кажется, там вообще дело прям обстоит очень тяжело. Хотя, конечно, она будет в себя постоянно пихать нам в глаза в любом виде, лишь бы о ней разговаривали, вы сами представьте. Но это лично мое мнение, я просто так оцениваю эту ситуацию. Она ведь на самом деле звезда Большого театра, солистка, между прочим, ей пенсию никак не могут оформить. 4 года стажа, который она провела в Большом театре, но, во всяком случае, это по ее словам, как сказать, они выпали из ее пенсионной книжки. В общем, в пенсионном фонде не засчитывают ей эти 4 года, потому что администрация Большого театра не подает этих сведений. Хотя Волочкова говорит, что у нее есть афиши, где она выступала, ну, то есть роль она исполняла в Большом театре, может быть, она там была не оформлена, ну, что-то еще. И таким образом она не может оформить для себя пенсию. Про это тоже вот недавно, совсем недавно про это писали. То есть как-то так. И вот представьте, свалиться с таких больших высот, когда у тебя были поклонники, дарили тебе бриллианты, дарили тебе дорогущие машины. Естественно, ты привык к такому образу жизни, шикарному абсолютно. А, как сказать, подпитки, подпитки больше нет. И чтобы вот это вот держаться на плаву, так как человек больше ничего не может, но он не скопил ничего за свою жизнь, если только драгоценности продавать и те же самые автомобили, что он должен делать? Он должен торговать собой, ну, как бы, ехать на гастроли и торговать собой, да, организовывать свои собственные концерты, чтобы люди туда шли. А чтобы люди туда шли, это нужно постоянно, чтобы ты был у них на слуху, чтобы они про тебя помнили. А как они тебе про тебя будут помнить? Надо им постоянно про себя напоминать, хоть как, хоть каким образом. Ноги раздвигать, там, я не знаю, на какие-то курорты ездить, скандальные романы заводить, вот всякие в пьяном виде сниматься, просто для того, чтобы те же самые зрители просто пришли и посмотрели, на самом деле Волочкова такая, как они говорят, или нет, ну, то есть лишь бы разговаривали. Понимаете, вот так вот я вот это оцениваю, и вот это очередное интервью. Джигурды меня, конечно, повеселило тем, что он сказал про эти сексуальные практики, когда два престарелых, самец и самка, занимаются медитацией по поводу сексуальных практик. Но если Волочковой, как бы это все, знаете, все равно она женщина. Женщина она, друзья, женщине быть предпочтительнее. А вот мужчине, да, если уже как бы Бог у него отнял его сексуальную энергию, тут уже ничего не поможет. Ну и, как говорится, на нет и суда нет. Вот, приходится только смириться. Но с возрастом у кого-то приходит мудрость, они переключаются на какие-то другие образы, это сферы своей жизни. А некоторые вот только про секс, у них все про секс. Абсолютно раздвинутые ноги, вот этот бряцание своими мускулами дряблыми, но все про секс. Ну, то есть вот такая интересная новость. Вы хотели, чтобы я вас повеселила? Я вас изо всех сил попыталась повеселить. Будет еще один обзор сегодня, тоже очень веселый. Спасибо.